Всем привет! С вами я, Алиса. Надеюсь, вы скучали по обзорам, в частности, на новых кукол. Поэтому в этот прекрасный летний день мы будем рассматривать с вами новинку 2017 года. Это кукла из довольно летней серии Garden Ghouls. Мателл молодец и стрельнул с выпуском прямо в яблочко. Итак, встречайте, герой сегодняшнего обзора Триза Торнвиллоу. Да, достаточно сложноватое имя, но для скороговорок самое то. Но кукла на новом теле и сильно меня удивила. Она непростая и прячет в себе много секретов. Так что оставайтесь со мной, чтобы узнать все тайны Тризы дочери нимфы деревьев. Ну а перед тем, как мы начнем обзор, подписывайтесь на канал и мои социальные сети и нажимайте на колокольчик. Уже нажали? Хмм, я приду и проверю вместе с Тризой. Итак, начинаем. На русский язык серия переводится легко. Garden Ghouls. Садовые монстры. Garden Ghouls это новая коллекция, посвященная некой вечеринке или событию в необычайном лесу или же саду. Это пока неизвестно. Коллекция очень масштабная и была представлена на выставке Toy Fair в США в начале 2017 года. Новыми персонажами являются три яркие героини Пикси, что напоминают нам немножечко о Винкс. Называют их Garden Pixie, то есть садовые пикси. Это герои Fire Sparks, Жада Хайдвинг и Бьянка Стингер. Все они упакованы в маленькие коробочки и не имеют шарниров вообще совсем. Поэтому таких мини-кукол приобретать к себе в коллекцию я не буду. Если, конечно, их прям не будут раздавать по 2-3 доллара. Что случится, конечно, года через 2. Также в коллекцию Garden Ghouls входят три уже знакомых нам персонажа Школы Монстров. Торелли, Твайла и Клео Данил в виде бюджетных кукол. К счастью, все они шарнирные. В США их уже можно приобрести, а релиз в Европе запланирован лишь на сентябрь. Каждая девочка обладает крыльями и, скорее всего, превратилась в пикси или феечку, что довольно забавно. Подставок и расчесок с ними нет, как и дневников, но подробнее о них как-нибудь позже. А вместо плейсета компания Мотел выпустила огромную куколку, которая сама выглядит как настоящий плейсет, что довольно необычно для Школы Монстров. Зовут ее Триза Торн Виллоу, и как раз-таки о ней сегодня пойдет спич. В переводе с английского языка три обозначает дерево. Торн — это шип, терновник, заноза. Ну и, наконец, Виллоу — это ива. И получилась такая вот странноватая игра слов в виде шиповни, колючка, что-то в этом роде. Подобная садово-растительная коллекция уже появлялась в линейке кукол Монстр Хай, и раньше она называлась Глум энд Блум. Однако здесь мы видим героинь ребут-версии. Как обычно, основная часть коробки составляет пластик, благодаря которому можно рассмотреть куклу со всех сторон. Кстати, с правой стороны даже есть рельефная надпись Монстр Хай, что впервые на практике. Весь бокс очень красочный. По всему периметру мы видим зелень и распустившиеся красные цветочки. Интересно, что вместо сердцевины у них черепки Монстр Хай. Вот смотришь на коробку и прям глаза разбегаются. Не знаешь, на какую детальку-то посмотреть в первую очередь. С правой стороны привычная нам надпись Монстр Хай, а чуть ниже в зарослях мы видим название коллекции Гарден Гулз. Возрастное ограничение куклы 6+. Далее тянется большая паутинка, и нашему вниманию предлагается имя персонажа и чья она дочь. Триза Торн Уиллоу, дочь нимфы Деревьев. Сверху подсказка в виде фотографии. Рядом с героиней летают сказочные пикси. На задней части коробки можно ознакомиться с куклами данной серии и биографией Триза. Мама научила Тризу, что быть нимфой означает ухаживать за всем живым и лелеять сад, но она не предусмотрела ее о хаотичном росте в подростковый период. Рывок роста сделал Тризу очень ветвящейся, и случайно от ее мистической пыльцы у учеников Монстр Хай выросли крылья. И насчет роста. Действительно, монстряшка растет от стандартного размера куклы до 38 сантиметров. Тризе нравится расширять свой кругозор и узнавать новые вещи. А еще она любит учить других монстров тому, что обнаружила. У Монстр Хай новый девиз. Мы рады каждому. Вместо «Будь собой, будь уникальным, будь монстром». Ниже производителям дана пошаговая инструкция. Кукла сделана в Индонезии. Внутренняя часть бокса представляет собой зачарованный лес, который и вместе с феечками так и манит нас заглянуть в гости. Руки по локоть можно у куклы снять, однако они очень туго вынимаются. Очень радует, что у куклы все-таки есть шарниры и в ногах, и в руках. Мотел услышал наши просьбы. В набор кукле прилагается только инструкция. Подставки для куклы нет, но она сама раскладывается как плейсет, который ее сам держит. Если честно, очень большущий набор и коробка. Как вы видите, куколка чуть ли не размером с меня. И честно, я не думала, что будет вот такая вот громадная монстряха. Да и на видео она всегда казалась меньше, почти как стандартные куклы Монстр Хай. Для сравнения давайте возьмем с вами Гулиоппу, все-таки она у нас большая девчонка, и также Крео Денил из той же коллекции Глум от Блум, которую я вам показывала ранее. Можете взять на заметку, что Триза Торн Виллу размером бокса почти как и Гулиоппа. Все настолько интересно продумано, что даже на пластике приклеены картиночки для декора. Окей, с коробками мы с вами разобрались. И теперь переходим к самой интересной части обзора, это кукла и ее суперспособности. Но перед тем, как мы начнем ее рассматривать, конечно же, ее надо раскрыть. И тут немного, честно говоря, само уже отклеивается. Прям кукла просится наружу, на волю. Собственно, вот мы и распаковали куклу. Инструкцию я оставила вот в этом пакетике, во внутренней части, потому что инструкция для слабаков, и мы разберемся с вами без нее. Что ж, вот мы и распаковали эту куклу. Господи, она просто масштабная. Вынимать эту куклу из коробки было довольно сложно, и понадобилось около 5-10 минут. Потому что то у нее крылья задевают, там, в общем, было довольно проблематично. Тем не менее, вот такая вот куколка. И чтобы вынуть ее, да, скажем так, из этой конструкции, надо всего лишь приподнять. И вуаля. Пока я не могу разобраться с крыльями. И, кстати, в набор предлагались вот такие вот жучки, цветочки, которые можно расположить вот таким вот образом на крыльях. Сейчас, подожди. Итак, мы крутим вот этот вот рычажок до щелчка. И вуаля. Самое интересное, что вот эти жучки и паутинки вы можете поставить в абсолютно любом порядке, как в вашей душе захочется. Вот я решила так расположить. Личико куклы получилось достаточно милым, а выражение лица доброе. Глава куклы меньше гуляпы, но больше в два раза, чем у стандартных кукол. Пластик очень твердый, захочешь сжать лицо, не получится. Что, конечно же, не может не удивить. Куколка имеет новый пухловатый молд и коричневый оттенок скинтона. Интересно, что у куклы не выпуклые глаза, а просто напечатанные. В то время, как у кукол Дори Бута глаза в профиле хорошо видны. Взглянув на эту девочку, создается такое ощущение, что вот она только что приехала откуда-то там с курорта, вся отдохнувшая и загорелая, как шоколадка. Но еще она понахватала всяких там зараз на своих крыльях. Триза это олицетворение дерева, поэтому она с рельефом древесины. Напоминаю, что ранее такой была лишь Сидар Бут или же Кедра из линейки кукол Эвер Афтер Хай. В целом, структура дерева и тон кожи очень похожи, но Сидар кукла меньшего размера, а Триза существенно выше. Да и пластик Триза слегка мерцает, в отличие от пластика Сидар. Коричневые глаза куклы подведены зелеными тенями с интересными завитушками. Триза хоть и дерево, но улыбается своим друзьям, да и не другом. На губах вишневая помада. Если внимательно присмотреться, на щечках можно наметить легкий румянец, как будто бы Триза чего-то или кого-то смущается. Волосы куклы длинные и довольно-таки приятные на ощупь. Они малинного цвета с вкраплением зеленых прядей. Волосы аккуратно уложены в хвост без челки, чтобы не задеть прической масштабные крылья. Прошивка добротная, мастера реально постарались. А кукла полностью шарнирная. Ура! Ближе к вискам мы видим завитушки. Такой вот рельеф дерева. Уши тоже выглядят необычно. И скорее всего они не снимаются. Лично я пробовать не хочу, потому что не хочется ломать такую красавицу. Но вдруг найдется такой человек, которому будет интересно узнать. Посмотрим. Это словно ветки с листьями, на которых висят черные сережки. Кукла Торн-Виллух со множеством живностей. На ее спине закреплены красивые зеленые лозы с цветами и бабочками, которые можно откреплять и менять местами. Ну а также мы видим паутинку. Зеленые ветви сзади подвижны. Их можно как поднимать, так и опускать. Для этого на спине куклы имеется очень оригинальная деталь. Это украшение в виде домика, сидящего внутри собой. Рисунок данный рельеф. На одной руке вырезан логотип Монстр Хай. Наверное, кто-то из учеников Школы Монстров постарался. В любом случае, хорошо, что там именно герб наш крябан, а не другие знаки. Ну, надеюсь, мы с вами поняли друг друга. Когда дело доходит до моды, Тризи нравится видеть, куда ее несет ветер. Наша героиня та еще модница. Но в то же время она практичная девушка и носит то, что советует прогноз погоды на день. Походу, сегодня погодка просто супер и плюс 30. Поэтому на Тризи мы видим такое легкое платье. Правда, оно черного цвета. Видимо, с 30 градусами я что-то маленько переборщила. И да, по чесноку говоря, это совсем не платье. Наряд довольно простой. Да и Тризи не надо ничего навороченного. Аутфит состоит из черного топа с зелеными завязками и переливающейся радужной юбки с насекомыми леса. Юбка имеет несколько слоев и при растяжении самой куколки растягивается. В основном в принте преобладают паучки. Надеюсь, вы их не боитесь. Платье платьем, а зато под ним совершенно новая функция школы монстров. И да, простите, что я разделу куклу. Мне ее правда жаль. Кстати, топик держится на липучке. Ужас какой! Тело Тризи Торнвиллоу вытягивается в длину благодаря циферблату на спине. Она как дерево. Ее ветви и листья расширяются, когда она растет. Когда кукла вырастает, она достаточно массивная. Куклу можно поворачивать за рычаг вверх и вниз, делая ее выше или же ниже. Хотя, казалось бы, куда уж там выше. А нет, дизайнеры все продумали. Учитывая, что Триза подросток по меркам жизни деревьев, она выросла очень высокой. И ее волшебные полномочия растут также. Девушка разработала мистическое цветение, которое не может контролировать сама. Поэтому она может вызвать некоторые сумасшедшие события в саду. На руках есть ветки, молдированные прямо в руку, и снять их никак нельзя. Если только вандалия ножом не срезать. Делать я вам этого не советую. Это выглядит, честно говоря, крипи. Можно открыть ее ствол, чтобы увидеть ее ножки и играть внутри ствола. Ну а также снаружи. Она растет от стандартного размера куклы до 38 см. На ногах Триза находятся отличные красивые туфельки. Но по подошве обувь кажется немного странной. Лично у меня обувь разная. И не бракованная ли у меня? Может у кого-то из вас есть Триза? Напишите в комментарии. Также мы видим огромную часть плейсета в виде дерева и травы зелено-коричневого цвета с креплениями для мини-куколок Пикси. Эта подставка является домиком для муравьишек. Ммм, как это мило. Там так уютно. Есть и ванна, и телек. В общем, полный расколбас. Она-то и служит подставкой для куклы. Итак, почти 15 дюймов в высоту, около 35 см. И этот сад действительно растет. Хотя, казалось бы, куда уж там дальше-то? Как мы видим, Триза это даже не Дракулаура делюксовая по размеру. Она намного выше. Выше стандартных кукол, но пониже Гулиопы. Кукла, представляющая девушку-дерево, становится игровым набором, когда вы разложите ее в ветви и откроете ствол. Освободите ей ноги, открыв нижнюю часть ствола. Классные туфли и тематические насекомни-аксуары добавляют очарование этой героине. Это действительно больше, чем просто кукла. По всему телу куклы ползают рельефные насекомые. Ну, все-таки дерево. А посмотрите, на ножках сзади есть даже гусеницы и паучки. А спереди улитка. Хм. Ну, эта кукла прям для любителей природы. Получилась очень необычная и интересная монстряшка. А точнее, даже целый игровой набор. И вот получается живое кукла-дерево. Сочетание кукол и растительной тематики выглядит тоже неплохо. Да и вообще, Мотеллу респект от монстр-хайлайверов за шарниры. Все же я склоняюсь к тому, что эта куколка предназначена для маленьких игрунов лет 7-9. А вам нравится Триза? Хотели бы вы ее к себе в коллекцию? Мотелл умеет удивлять, не правда ли? Пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк под видео и находить меня в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме. Там будет много фотографий с этой героиней. Ну, а все ссылки я оставлю в описании. Be cool and crazy! До новых видео, обзоров и других рубрик на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok